На Каннском фестивале 2024 «Золотую пальмовую ветвь» отхватил фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера с участием российских актеров Эдельштейна, Борисова, Серебрякова и Якомасовой. Фильм про типичную американскую мечту, как ее понимают сегодня, когда ты был никем, а станешь всем. И это все тебе воздаться лишь по факту твоего индивидуального ослепительного существования, потому что ты этого достоин и нечего тут. О чем фильм? О сыне русского олигарха, богато молодом мажоре Ване, который в свои 21 прожигает жизнь в Америках в свое удовольствие и на папина, разумеется, деньги, под присмотром армянских нянек и охранника Борисова, который своим каменным лицом в кадре должен отождествляться с суровой опасной России. И вот в 101 по счету стрип-клубе мажору Ване для скрашивания досуга подгоняют стриптизершу Анору, иногда подрабатывающую ночной бабочкой, которая более-менее может общаться с ним на русском, потому что мажор в принципе не бельмеса, не понимает по-английски. А дальше, в понимании американского режиссера, начинается сказка. Ване снимает за 15 тысяч долларов Анору на неделю и в какой-то момент, находясь в Лас-Вегасе, в разухабистом угаре, парочку осеняет идея пожениться, о чем позже из газет узнает его русский папа-олигарх и посылает за ними погоню в виде нянека-охранника, которого играет Борисов. И вся эта дружная гоп-компания бегает туда-сюда по Брайтон-Бич в стиле роут-муви. По версии американского глянца, это фильм о встрече потерянных душ, о том, как молодые люди из разных миров влюбляются, сталкиваются с препятствиями и разбираются с их последствиями. По версии же, некоторых российских СМИ это полный капец. Анора проходит под грифом «драматическая комедия» и призывает нас ужаснуться трудному существованию работниц с улицы Красных Фонерей и различных меньшинств, а дать им должное за их непосильный труд и не отказывать им в самоидентичности. Режиссер Шон Бейкер сравнивает эту свою историю со сказкой «Золушки» и с фильмом «Красотка», где, по его мнению, сильные волевые женщины из низших сословий в итоге получают то, чего они достойны – принца, его деньги и статус. Потому что ты этого достойна. Американская модель понимания сюжета в данном случае не просто обескураживает, от нее берет оттороп. Какая связь между трудолюбивой и скромной «Золушкой» и «Куртизанкой» русскому человеку уразуметь сложно, а фильм «Красотка» в свое время костерили в США как только могли. Потому что, посмотрев его, наши Аноры ломились туда толпами в надежде за Дорма найти своего Эдварда, а не найдя его, как следствие пополняли ряды женщин, пониженной социальной ответственности и со страшной силой демпинговали цены среди аборигенок. «Самое кошмарное, что мы могли сделать», – говорили американки, – «это показать русским девушкам этот фильм. Но если та же самая красотка с натяжкой и может называться сказкой, то в каком месте сказка-фильм Анора мы совершенно затрудняемся с ответом». Западные критики и наши либералы в восторге от фильма и не перестают хвалить его направо и налево. «Неограненный алмаз Каннского фестиваля» в этом году – это яркий фильм о двух культурах – русской и американской, двух языках – русском и английском, и двух валютах – деньгах и сексе. Так об этом фильме говорит американский журнал «Кварити». Режиссура Бейкера слишком буйная. То, что начинается как опасное столкновение, вскоре перерастает в шквал комического насилия, достойного классического французского сексуального фарса. В веб-сайт о кинематографе «Инди-уэр», который, наверное, сам не понял, что прокомментировал. Не прошла мимо и наша вездесущая Собчак. В России много говорят про отмену русской культуры, про борьбу с ней. Но вот же мы видим, что этого все-таки не происходит, что есть интерес и запрос и внимание. Бейкер – инди-режиссер, который исследует проблемы угнетенного класса, который не замечает прервигированная часть общества, людей, которые поменяли пол, ночных бабочек и детей, которые вынуждены жить в бедности, видеть несправедливое устройство мира. А Нора – один из лучших фильмов Канн этого года. Многие рецензенты поставили картине максимальный балл. Если отмена русской культуры включит в себя и такое, то бог с ней с отмены, пусть отменяют. Исполнитель главной роли мажора – российский актер Марк Эдельштейн. Был так восхищен сценарием, подобного которому никогда раньше не видел, что описал его как «вспышка, вспышка, вспышка, бам-бам, экшен, экшен, экшен». Поэтому нутром, прочувствовав все вспышки и бамы, на пробы отослал промо-ролик с собой в обнаженном виде, курящим вейп, за что был сразу утвержден на главную роль, его по словам режиссера. Марк – это было потрясающе, и вейп – это такой Иван, это его персонаж, ты действительно запечатлел это, вау. Если все вышесказанное привести к одному знаменателю, мы получим сюжет про молодого русского прожигателя жизни с папой-олигархом в анамнезе, русских гопников, изъясняющихся в кадре отборным матом, которые спасают его сына от волевой женщины, торгующей своим телом и готовой на все, чтобы улучшить жизнь за счет папы-олигарха с его миллионами, и употребление всего, чего только можно и нельзя достать за эти самые миллионы. А вишенкой на торте является хвалебная рецензия Собчак, по которой сразу можно понять, что за картину вам предлагают посмотреть. Считайте в таких случаях Собчак, она еще ни разу не подвела. Друзья, хотим напомнить, что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке. Вместе победим! Реквизиты для поддержки в описании к видео.